В этом уроке давайте вернемся еще немножко к тексту. Просто в предыдущем уроке я как бы не отразил некоторые моменты, которые мне со мной поступят вопросы, поступали вопросы. Поэтому мы сейчас текстом немножко еще рассмотрим, потом же мы все равно еще вернемся к тексту. Для этого нам нужен какой-то текст. То есть давайте возьмем вот этот текст, который у нас существует в этом блоке. Я беру инструмент А, то есть текст, выделяю весь текст. Здесь жму Ctrl-A английское. Либо вот вручную можно нажать выделить через левую клавишу и жмем копировать. Дальше я создам еще одну страницу, щелкаю на рисунки создать страницу. То есть у меня уже третья страница, видите, да? То есть вторая, третья. Текст перешел со второй страницы. Я уберу его, поставлю, обратно активизирую вторую страницу, пускай он стоит у нас на второй странице, чтобы третья страница была пустая. Здесь мы берем инструмент А, то есть текст, рисуем контейнер. И я жму, соответственно, вставить. Размещаю этот текст. Ну давайте ставлю пробел и еще раз поставлю текст, чтобы как бы текста было больше у нас. То есть делайте отдельную страницу с текстовым блоком, с простым текстовым блоком. И давайте здесь, может, сделаем меньше шрифт. Если нам надо будет, то потом мы увеличим лупы, чтобы заметнее было. То есть выделите весь текст, у нас стоит 12 пунктов. Давайте поставим 8 пунктов. В обратно же я скопирую и размещу этот текст несколько раз. То есть я его как бы размножил. Меня спрашивают, как сделать текст, чтобы обтекал какой-то другой объект. Давайте это и сделаем. То есть практически любой объект может быть обтекаемым текстом. То есть возьмем, например, звезду. Нарисуем здесь звезду. Закрасим ее, допустим, красным цветом. И поставим на текст. Как вы видите, звезда сама по себе. Текст у нас как бы снизу. Чтобы звезда обтекала с текстом. Действие очень простое. То есть объект должен быть выделен инструментом. Выбор. И вот сверху вы можете посмотреть кнопочку стиля обтекания. Ну вот здесь можно выбрать разные варианты, как это может быть. Текст с двух сторон возьмем. Щелкаем. Снизу у нас идет в миллиметрах сколько мы можем задать отступ, если вам нужен больше либо меньше этот вариант. Вот у нас получилось обтекание. То есть можно сделать еще объекты. Будут у вас какие-то объекты обтекать по вашему блоку текста. Большой текст может быть внутри объекта. И в свою очередь обтекать тоже текстом. Обратно же давайте нарисуем ту же звезду. Выделим текст. И щелкаем на прямоугольничке снизу, вот центральном. Появляется курсор, куда текст может быть размещен. И видите, вот в этом положении я щелкаю левой клавишей. И текст, видите, перетекает. Видите, уже блок, который звезда нам сформировала, создала. То есть таким образом можно разместить текст в любой фигуре, которую вы возьмете из заготовок, либо просто нарисуете. Можете нарисовать пером любую форму и вставить в него текст. Дальше у объекта можно отменить обводку, если вам как бы не нужно этот черный контур. И получится вот такая конструкция. И в свою очередь этот же текст можно вставить внутрь какого-то другого блока и задать ему обтекание. Ну, для этого давайте нарисуем отдельный объект снизу, чтобы он не был связан с перетеканием. Ну, давайте возьмем многоугольник. Нарисуем. Я выделяю часть текста. жму копировать. И в этом варианте, видите, когда я подвожу курсор, то два варианта. В этом варианте текст будет по периметру размещен. Но это мы уже проделывали. Ставим курсор и жму Ctrl-V, то есть, либо вот кнопочку ставить. Текст размещается вот по сторонам. Я отменяю это действие. А теперь попробуем разместить текст внутри. Вот в этом варианте он будет по краю, а вот в этом варианте он будет внутри этого блока. И также жмем кнопочку вставить. То есть, видите, мы разместили его вот здесь. У нас, видите, присутствует отступ слева. То есть, я увеличу этот блок, чтобы удобнее было. выделим весь текст и разделим текст маркеры. То есть, мы снимем галочку, чтобы не было этих маркеров, жмем ОК. Переносы здесь включены. видите, инстру, то есть, работают переносы. Отлично. Давайте этот текст выделим, зададим, ну, например, красным цветом. Берем инструмент выбор и щелкаем именно на многоугольнике. Тогда открывается свойство многоугольника. Сверху есть обтекание. То есть, обратно же включаем текст с двух сторон. И теперь видите, наш объект текстовый, который находится в многоугольнике, обтекается текстом. теперь можно отключить обводку и мы получаем, что в каком-то тексте находится другой блок текста другого цвета. ну, в принципе, все, что я хотел вам показать в этом уроке. Здесь мы поработали в основном с текстом, с фигурами, чтобы обтекалось одно вторым. То есть, попробуйте сделать то же самое, чтобы текст, видите, был в какой-то фигуре и текст обтекался другим текстом. Сделайте это, пересохраните документ и переходите к следующему заданию, где мы продолжим изучать программу Corel.